Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Сливки Общества. А меня Иван Сидорович не фиртите назвал. Трепетный он у тебя, Валь. Очень трепетный. Что есть, то есть. Любит он меня очень. Да раз тебя можно не любить-то. Могла бы у нас быть вторая Проклова или вторая Зудина, но были в то время актрисы и со здравыми моральными устоями. Валентина Теличкина, женщина красивая, яркий славянский типаж, да еще и профессиональная актриса, могла бы заполучить любого, в том числе и влиятельных режиссеров, но вместо этого блюла собственный нравственный закон. Если многие ее коллеги в 60-е и 70-е годы грешили беспринципностью и свободными нравами, то Валентина Теличкина, надо отдать ей должное, отличалась завидной моральной чистоплотностью. Пока вокруг кичились похождениями и разбивали чужие семьи, вспомните дрязги Кустинской и Фадеевой, Тарковского, Золотухина, Вертинских, Теличкина скромно блюла свою добропорядочность. Она не могла иначе. Валя Теличкина родилась в большой крестьянской семье, главу которой Ивана Теличкина дважды раскулачивали. Она появилась на свет, когда ее родителям было уже за 40. С ранних лет Валя обнаружила в себе уникальный природный талант. Еще будучи ученицей сельской школы в Красном под Арзамасом, она руководила сразу тремя творческими кружками – танцевальным, актерским и художественного чтения. Девушка с легкостью поступила во ВГИК, в мастерскую к Белокурову. Как и многие провинциальные студентки, знавшие цену труду, Валя училась прилежно и самоотверженно, не позволяя себе ни романов, ни любовных увлечений. Длительное время она отказывалась от получения стипендии, не понимая, как можно брать деньги за учебу, это для нее было делом святым, старалась приходить в кассу на второй день и никому при этом не попадаться на глаза. За наивность и доверчивость девушку быстро окрестили Вале Село. Актриса не обижалась и относилась к сокурсникам с благодушием. Она не считала свое прозвище обидным. Да, она сельская девушка, там она выросла, там ее родные, чего же тут стыдиться? Режиссеры Усков и Краснопольский впервые пригласили Валю Теличкину сняться в кино, когда ей исполнилось всего 20 лет. В фильме «Таежный десант» она предстала во всей своей красоте и грации. Стройная талия, высокая девичья грудь, длинные красивые ноги, густые волосы, Валя покоряла зрителей каждым своим движением. Она мастерски танцевала, двигаясь по кадру с изящной пластикой и выразительностью взгляда. Ее экранный образ был наполнен неподдельной естественностью и очарованием. Педагоги, а позже и режиссеры, ценили комфорт работы с трудолюбивой и смышленой Валентиной. Она не опаздывала, не строила глазки коллегам, не уходила в запои, не беременела, не уходила в декрет. А решающей для судьбы Вали Теличкиной стала роль, которую она сыграла чуть позже после «Таежного десанта». Это была роль Вали Корольковой в фильме «Сергея Герасимова. Журналист». Герасимов вовсе не случайно остановил свой выбор именно на Теличкиной. Он давно присматривался к ней, чувствуя ее незаурядный актерский талант. Режиссер детально обрисовал Вале образ ее героини – Корольковой, меланхоличной, немного надменной, но глубоко осознающей себе цену натуры. Для воплощения этого характера Герасимов ссылался на прототип, которого однажды встретил за прилавком продуктового магазина. Внимательно выслушав режиссерский замысел, Валя Теличкина быстро проникалась идеей и опиралась в работе над образом на собственные воспоминания и жизненные наблюдения. В итоге вторая роль Валентины Теличкиной стала поистине звездной. И Герасимов, и коллеги-актеры, и критики были в восторге от игры юной актрисы. Дальше были сплошь удачные и запоминающиеся роли в кино у маститых режиссеров. Вот вам и Валя село, всем насмехающимся нос утерло. По признанию Теличкиной, она никогда не была уверена в своей красоте. Актриса признает, что у нее есть фотогеничность, хотя и тут все зависит от оператора. Иногда в кадре выгляжу ужасно. По словам Валентины Ивановны, когда ее называли одной из самых красивых артисток СССР, ее это всегда смущало. Я всего-навсего не самый большой урод на этом свете. Мне гораздо приятнее, если отмечают какие-то мои человеческие черты, находят, что не дура. Окончив институт, Валя Теличкина полностью погрузилась в работу на съемочных площадках. Предложения о новых ролях обрушивались на нее одно за другим. Порой в день ей доставляли до трех новых сценариев. Теперь у молодой актрисы появилась возможность тщательно отбирать только те проекты, которые ей были интересны. Сама Валя ликовала, полностью посвятив себя любимому делу. Однако ее родители, придерживавшиеся традиционных ценностей, испытывали беспокойство. Дочь до сих пор не вышла замуж и не завела детей, а значит некому будет позаботиться о ней в старости. Но Валя твердо заявляла, что ее единственным супругом является профессия, явление довольно распространенное в актерской среде. Да и родить ребенка значит уйти на какое-то время с поля зрения режиссеров, а они этого ой как не любят. Откажешься раз, откажешься два, а в третий тебя уже не позовут. А возраст у героинь быстро проходит. К началу 80-х годов Валентина Теличкина была настоящей звездой нашего кинематографа. Несмотря на успешность своей актерской карьеры, Валя упорно избегала мыслей о создании собственной семьи. Однако во время поездки в Болгарию она познакомилась с московским архитектором Владимиром Гудковым. Молодой человек покорил Валю своей интеллигентностью, обходительностью и умением красиво ухаживать. Но актриса долго не решалась впустить Владимира в свою жизнь. Лишь спустя несколько месяцев, уже находясь в Москве, Валя узнала, что, как и она сама, Володя родом из деревни. Это обстоятельство наконец убедило ее сблизиться с новым ухажером и позволить их отношениям перерасти в более тесное общение. В 35 лет актриса спохватилась о материнстве. Решила, или сейчас, или никогда. Так на свет появился ее единственный сын Иван. «Если бы я раньше знала, какого счастья себя лишаю, давно бы родила ребенка, возможно и ни одного. Никакая работа не способна заменить женщине радость материнства», с горечью признавалась актриса спустя годы. Семья, муж и сын, стала ее фундаментом в жизни, ее крепостью. Супружеский союз Теличкиной и ее мужа Владимира отличался глубокой духовной близостью и взаимопониманием. Их отношения, основанные не на мимолетном порыве, а на взвешенном подходе, оказались гораздо более прочными и долговечными по сравнению с браками, заключенными на волне эмоций. Валентина и Владимир провели вместе 45 счастливых лет в браке. Супруг с гордостью относился к статусу жены актрисы, при этом безболезненно принимая тот факт, что на публике она затмевала его своей известностью. Однако в домашней обстановке именно Владимир являлся главой семьи, и Теличкина с готовностью передавала ему бразды правления. Несмотря на колоссальный успех актрисы, в личной жизни она с легкостью уступала лидерству Володе, позволяя ему быть хозяином в их собственном доме. Такое гармоничное сосуществование двух ярких личностей стало залогом их долгого и счастливого брака. Не так давно Валентина Ивановна похоронила любимого мужа Владимира Николаевича, одолевают и болезни. Успокоение актриса ищет в вере, я воцерковленный человек, и, конечно, очень поддерживает то, что я кому-то нужна, сыну Ване, внуку Коле.